У нас в гостях сегодня настоящие одесситы, которые молоды как душой, так и телом. Итак, рада представить. Сегодня у нас в гостях Михаил Семенович Крупник, режиссер, художественный руководитель театра «Одесские дворики» и Ирина Александровская, музыкальный руководитель театра «Одесские дворики». Доброе вам утречко. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Одесса, конечно, прекрасный город, где уживаются множество национальностей. Конечно же, не так широко бы славился наш город, если бы не так же еврейские традиции. Расскажите нам, пожалуйста, о деятельности благотворительной организации Хесет или Хесет, как правильно вы сейчас нам скажете, в Одессе. Значит, организация называется Хесет, благотворительная фундация Хесет, Шаарей, Сион. Шаарей, Сион – это врата Сиона. Хесет – это добрые дела. Добрые дела. Вот мы делаем добрые дела. Ну, нас там довольно много. Значит, сама организация Хесет, Шаарей, Сион имеет массу направлений. Это помощь пенсионерам, людям, одиноким, нуждающимся. И одно из подразделений – это культурный центр, он называется Маадон. Маадон – это клуб. Это клуб. В этом Маадоне есть танцевальные коллективы, есть хоровые коллективы, есть театральная студия. Вот это наша студия, которая называется «Одесские дворики». И вот мы занимаемся театральным искусством. Это все на добровольном начале. Ребята не артисты, не профессиональные артисты. Но я говорю, ребята, всем ребятам уже хорошо за 70. Так что в этом отношении у нас еще очень бодрая публика. Главное, ребята, сердцем не стареют. Самое главное, что именно у вас люди имеют возможность обрести вторую молодость, раскрыть себя, наконец-то вот в почтенном возрасте запеть, затанцевать, почувствовать себя настоящей актрисой или актером. Правильно? То есть вы открываете для людей новые пути развиваться. И очень важно, что у нас очень талантливый человек, директор Маадона Анна Львовна Розен, она заслуженный работник культуры, она ведущий музыковед филармонии, очень талантливый человек, она импровизатор, пианистка, великолепная, очень помогает, потому что по слуху играет все, что угодно сразу, и без нее это были бы большие, конечно, проблемы. Она помогает во всех культурных программах. И Михаил Семенович прекрасно владеет техниками звуковой записи, и пишет великолепные сценарии и стихи. И если бы не его талант, конечно, наши спектакли не имели бы такого технического оснащения и творческого воплощения. — А о чем Ваши спектакли? — Ну, о чем спектакли? О жизни, как говорили, о жизни. — Об одесской жизни или не обязательно? — Нет, не обязательно об одесской, хотя и название нашего театра «Одесские дворики». Конечно, у нас есть и такое направление, об Одессе мы говорим. Но очень часто мы ставим наши спектакли, посвященные определенным датам, определенным праздникам. Вот сейчас у нас 5 марта, 5 марта по календарю. — Пурим. — Пурим — это один из самых жизнеутверждающих праздников еврейского народа, который рассказывает о роли женщин в истории человечества. Есть такой свиток Эстер. Эстер — это дочь еврейского народа, которая спасла еврейский народ от уничтожения. И это очень важный, один из главных праздников еврейского народа. Это же заповеди, что евреи должны очень веселиться и выпить очень много. — Да, очень много. — Заповедь, много выпить. — Чтобы они там о чем-то забыли, о каком-то писании даже, вот я читала. — Да, абсолютно верно. Это очень веселый. — Очень радостный праздник. — И по традиции разыгрывается эта история. Вот Эстер, как она спасла. Это, ну, так сказать... — Традиционная история. — Сюжет один и тот же, но мы пытаемся разными средствами, разными словами, разными, так сказать... — И делаем всегда водевиль. — Да, и делаем водевиль. Вот сейчас у нас будет водевиль. Мы делаем водевиль с танцами, с очень много вокалов, очень много музыки. Вот Ирина, она об этом... — Я занимаюсь музыкальной частью, спектаклей. — Так что все. У нас даже... Мы есть в Ютубе даже, вы знаете, да. — Это здорово. — Нас выложили в Ютубе. И там я не смотрел, сколько там этих просмотров, но что-то уже есть, кто смотрит. — Ну, вот история, как мы вас пригласили, да, ну, вот лично мы не были на ваших спектаклях. Но как люди говорят в Одессе, говорят, обязательно пригласите, потому что все должны увидеть, что в Одессе есть такие одесские дворики, которые просто вот энергия бьет ключом. И где вот действительно люди могут прийти, объединиться, устраивать воде львили, карнавалы, петь, танцевать. Это действительно так важно в наше время. — Мы даже лауреатом международного конкурса неоднократно в Киеве проходит такой фестиваль театрального искусства «Блуждающие звезды». И мы там пользовались большим успехом. — Не нуждающиеся звезды, а блуждающиеся звезды. — Ну, вообще, у нас сейчас все нуждающиеся звезды, поэтому надо всех объявлять. — Нет, это Пашелом Олег, это, так сказать, по-новому. — Вот здесь, да, все звезды, это точно. — В этом отношении тут очень важный фактор, что вот эти люди уже, как мы говорили, немолодые, они как вот откуда-то берут эту энергию, и я даже завидую им, хотя я тоже уже не мальчик, но видя, как вот у нас есть такой Коля Михайлуцкий, он подполковник, он афганец, он воевал, он полковник, он воевал, у него боевые награды, вот, и как он 80 лет, как он как молодой выходит на сцену, забывает про все свои болячки, я вообще завидую. — И зрители своих мы лечим, они говорят, наш контингент зрителей в основном, тоже определенного возраста, «за». И вот они всегда очень благодарны, говорят, что они приходят с разными диагнозами, уходят без диагноза. — С одним диагнозом хорошего настроения. — Совершенно верно. — А как же удается достаточно уже пожилых людей научить петь и танцевать? Ведь, наверное, многие просто хотят, но приходят без каких-то знаний. — Значит, Яночка, дело в том, что тут, конечно, тут не все у нас могут участвовать, потому что все-таки театр, есть театр, сцена и сцена, и, главное, планка. — И кастинг есть кастинг. — Кастинг есть кастинг. У нас кастинги тоже есть. И планку, конечно, мы ставим, она должна быть, потому что иначе это никому не надо. — Но эти алмазы нужно долго обрабатывать. — Так что у нас, да, мы выбираем, но надо их обрабатывать. — Для того, чтобы они стали бриллиантами. — С ними работать. Надо, потому что у каждого свои дела, свои какие-то. — Это довольно непросто. — То есть это театр. А театр, вы знаете, что любой творческий коллектив, это очень сложный механизм. — Но все-таки должен быть немножко таланта, да? — Таланта должен, обязательно. — Без того, трудолюбие, только так, только так. — А какими качествами должны обладать вот те, которые проходят ваш серьёзный кастинг, вот люди, которые к вам приходят? — Ну, кардиограмма, у них неплохенько, конечно. — Кстати, надо будет подумать в этом направлении, да. — Ну как, не бояться сцены, в конце концов. — Мы над этим тоже работаем. Если человек талантливый, но в основном люди, если они не были на сцене, побаиваются сцены. Это же навык, привычка. Поэтому как раз этому можно человека научить. Желательно, чтобы был музыкальный слух, чувство ритма. Очень важно. И чтобы человек мог двигаться. — Хоть как-то. — Хоть какая-то пластика. — То есть вы даёте ожидания какие-то танцевальные, например, проверить пластику. — Ну как, у нас всё зависит от того, что мы делаем. Вот сейчас у нас этот «Пурим», я посчитал, у нас где-то 12 или 14 музыкальных номеров только. — В движении. Это же «Водевиль», это не просто статичное. — Это люди не стоят просто и поют. Они должны что-то делать, они должны, я не буду там сильно поднимать ноги танцевать, но должны делать что-то. — Ну не сильно, всё равно должны ноги поднимать. — Так что здесь это всё очень серьёзно. Тут сейчас мы «Канкан» репетировали, я устал танцевать, я тоже участвую. Я играющий тренер там, я ещё выступаю на сцене, выхожу с ними. Мы продолжаем наш эфир. У нас сегодня в гостях Михаил Семёнович Крупник, режиссёр, художественный руководитель театра «Одесские дворики», а также Ирина Александровская, музыкальный руководитель театра «Одесские дворики». Ещё раз вам доброе утро. — Доброе утро. — Здравствуйте. — Мы тут за кадром уже поговорили, какие у вас уникальные личности есть в театре. Вот расскажите, пожалуйста. — Ну, у нас, да, у нас все уникальные личности, будем так говорить. Ну, в частности, вот мы говорили о нашем солисте, о ведущем нашем солисте, есть у нас такой Жеребкер. — Иосиф. — Иосиф Жеребкер, да. Это он лидер, он у нас, так сказать, солист. Вот. Лауреат очень многих конкурсов. — И фестивалей, и национальных конкурсов. — Национальных, и международных. И что ещё интересно, когда рассказывает об Осике, что он очень-очень хорошо знает иидыш. — Иидыш — это еврейский язык. — Сейчас мало кто знает иидыш. — На котором разговаривают у нас, не в Израиле, там разговаривают на иврите. — То есть именно в Одессе. — Именно в Одессе всегда разговаривали вот наши бабушки еврейской национальности, разговаривали, я сам помню, мальчикам на Соборной площади, они сидели на лавочках и делились своими, там сказать, своими жизненными новостями на иидыше. Это очень такой интересный язык. — А что никто не понимал? — Не, ну очень многие слова знали тогда, понимали. Вот он знает очень хорошо этот язык, он пишет на этом языке стихи, он переводит, он оточиняет песни. — С русского на иидыш, идише на русский, с украинского на иидыш, с идише на украинский. — Я скажу, был когда-то здесь, приезжал, по-моему, Кобзон Иосиф, и он что-то Осик к нему, наш Осик. — Осик-Осик, да, говорит. — Осик, они поговорили, и тут у него взял, Кобзон взял у нашего Осика какую-то песню на иидыше. — Его перевод. — Да, ничего себе. — Его перевод, так что вот он такой мастер. — Талантливый. И что-то, но он не профессиональный музыкант, у него совершенно другая специальность. И кроме этого у него еще военная специальность. Он сапер, участник боевых действий. — Вот это один из таких-то лидеров. У нас есть тоже, я вот говорил, тоже военный человек, летчик. — Полковник. — Полковник, летчик. Коля Михайлуцкий. Ему уже 80, вот будет скоро. — Так что у нас участвуют люди не только еврейской национальности. Он молдавской национальности. Музыкальный человек, способный, тоже не музыкант, военная специальность. — Здесь тут не играют роли, здесь играет роль умения, желания. — На хныне та хыст. — На хыст и на хныне, как у нас скажут. — А йозику сколько? — 75 было. Вот недавно мы юбилейный спектакль играли. Это мой постоянный партнер. Мы с ним на многих фестивалях, международных конкурсах и национальных престижные места занимали. — Это прекрасно. А вот расскажите нам, откройте занавес в будни театра «Одесские дворики». Как часто проходят репетиции? Чем вы занимаетесь внутри своими подопечными? — Обычно мы занимаемся репетицией у нас два раза в неделю. Но, конечно, если у нас приближается спектакль, то это бывает чаще, это бывает дольше. Дело в том, что в клубе есть танцевальный коллектив и есть хор, который принимает участие в спектаклях. Когда мы пишем спектакли, мы обязательно пишем хоровые номера и для танцевального коллектива подбираем музыку, для того, чтобы это был полноценный водовель, чтобы это не было скучно, потому что главная наша задача — нравиться нашим зрителям. А зрителям, конечно, приятно, когда они смотрят, что люди их возраста поют, танцуют, двигаются, и им кажется, что они выздоравливают, но я думаю, что это так и есть. — Он посмотрит на Канкан даже, да? — Да, и они чувствуют, что вот если это такие же люди, как они, то и они могли бы это сделать. И их дух, конечно, становится... — Ну вот костюмы, например, для того же Канкана, где вы шли. — Да. — Дело в том, что у нас не костюмы для Канкана, у нас в основном костюмы импровизированные. Творческой фантазии хватает. — В Одессе немножечко шьют еще все, да? — Да, что-то подшивают. — У нас в клубе есть прекрасная студия вышивки бисером, Инна Корсунская руководит. Тоже они прекрасные картины вышивают. Если там какие-то иностранные гости или местные делегации по обмену опытом приходят, то они вручают эти картины, и на аукционах продаются эти картины по вышивке бисером. И это тоже очень важно, потому что это работа нашего клуба. И девочки помогают вышивать костюмы для спектаклей. — Как здорово! — Так что все стараемся, для того, чтобы люди были довольны. Все цеха работают, как в театре. — А кто вот еще помогает? Вы говорили, что и хоровые какие-то вот ансамбли помогают для постановки спектакля. — Ну да, у нас еще присоединяются. — Нам очень помогает директор нашего клуба, Анна Львовна Розен, которая очень талантливый человек. И на репетициях она часто нам играет на фортепиано, работает с отдельными исполнителями. А потом мы подбираем музыкальные фонограммы и все это делаем уже в оркестровом варианте. — То есть пытаемся сделать, чтобы было по-настоящему. — Как бы по-настоящему, чтобы не было такой уж самодеятельности. — А сколько у вас уже спектаклей готовых? — О, сейчас так, да-да. — О, это надо посчитать. — Даже по названию интересно, честно говоря, послушать. У нас был первый спектакль, когда начал работать «Царствие небесное» было по пьесе Шелом Алейхима. Мы сделали такую инсценировку музыкальную, тоже шуточную. — Моя музыка. Я написала музыку спектаклю, и мы его повезли на международный конкурс. — Да, был фестиваль. — И получили там престижную премию. — Не просто так. — Потом мы сделали программу, посвященную Блантеру, композитору Блантеру. — Да, Матвею Блантеру. — Матвею Блантеру тоже сделали такое музыкальное шоу из его песен. Хотели сделать Фельдсману Аскару Борисовичу, он же одессит. — Еще бы, недавно день рождения у него, кстати, был. — Был, но его уже, к сожалению, он ушел из жизни, он даже с ним, он дал добро на какие-то вещи. И, может быть, он даже был бы у нас на этом вечере, если бы он был в Одессе. Но получилось так, что он уже ушел из жизни, у нас не получилось с ним. Мы, значит, делаем каждый год. Пурим — это святое. — Да, это обязательная программа. — А какие тут еще обязательные праздники? — Ханука. Есть такой у нас праздник, знаете, Ханука. — Да. Потом еврейский Новый год, это в сентябре, он у нас, как обычно, бывает. Тоже мы что-то пытаемся новенькое делать, чтобы не заезживали в слизистую. — Мы все время в работе, потому что все время у нас зритель очень требовательный. — Да. — Каждый раз нужно новый спектакль показать. — Новый спектакль показать. — Но одесская публика вообще самая требовательная. — Ну да. — Если придешь в Одессе, придешь везде. — Да. Так что у нас есть чем заниматься, работаем. Много, вот, и желающих тоже много у нас, и очень благодатные зрители. — В общем, аншлаговый у вас спектакль приходит. — Да, всегда. У нас бабушки, дедушки приходят, и даже молодежь приходит. — Да, у нас приходят всеми двориками одесскими. — Да, да, да. — У нас на празднике обычно по два спектакля в день, потому что не вмещает зал желающих. У нас для сотрудников спектакль и для подопечных. — Так у вас один из самых аншлаговых, в общем-то. — Ну, если учесть, что зал — 220 мест. — Ну, это уже... — Это прилично. — Это прилично. — Значит, если к вам приглашать людей, им нужно будет занимать в очередь ранее, да? — Да, они должны будут приходить раньше. — Вот у нас будет 6 числа. — 6 числа у нас будет два спектакля. — Два спектакля. Пурим, вот, мы не знаем точное время, наверное, это будет или в 12 и в 2, да, или где-то в 12 и в 3. — В Бейтгранте. — В самом Бейтгранте. — Да, в Большом зале Бейтгранта. — Так что, я думаю, что места хватит всем. — В общем, искать в Бейтгранте детские жморики. — 6 числа. — 6 числа, да, прямо в этом зале. — Пурим шпиль. — Называется Пурим шпиль. — Называется Пурим шпиль. — Называется Пурим шпиль. — Наш Вадевиль Пурим. — Шпиль — это, наидыше, это играть. — Ну, как и на немецком, собственно, да, опять же. — Играть Пурим. — Вот на такой высокой ноте мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Михаил Семенович Крупник, режиссер, художественный руководитель театра «Одесские дворики» и Ирина Александровская, музыкальный руководитель театра «Одесские дворики». И вот мы в конце хотим забежать в самое начало. А как вообще сегодняшняя наша пара гостей попала в «Одесские дворики», как вы там очутились? — Ну, Ирина раньше попала, да, Ирочка? Ты когда? — Да, потому что я в клубе пела и песни свои, и тоже старалась что-то там такое делать в смысле постановок. А потом пришел... до меня еще была театральная студия, а вот когда уже я пришла в Хессет, занимался театральной студией отец Михаила Семенович Крупник, которого вся Одесса знает и любит. К сожалению, он уже не с нами, но он был основным учителем моим в театральном деле, и я всю жизнь буду благодарна, потому что он учил меня искусству и сценической речи, и умению держаться на сцене, и вообще дал такой артистический заряд, который, я думаю, никогда меня не оставит. А потом мы долго уговаривали Мишеньку к нам прийти, заняться нами. — Уговорили. — И все-таки мы уговорили, и счастливы, что теперь у нас такой замечательный режиссер. Я недолго, так сказать, думал, недолго упирался, потому что все-таки мне хотелось продолжить дело Папина, потому что он с большой любовью относился к этой работе, будучи занятым человеком в театре, на профессиональной сцене. Он все-таки уделял очень много внимания студии этой, и я потом решил тоже продолжить его дело. Ну и уже попытался внести какие-то свои видения, свои какие-то новшества, и технические с этим. Тогда появился компьютер, уже можно было делать какие-то фонограммы. — Теперь-то форма немного другая, да. Возможности другие появились. — То есть сколько лет уже существуют «Детские дворики»? — «Детские дворики» как таковы, если говорить, Семен Самович, когда начал работать, с какого года, с шестого года, да? — Я же не могу сейчас посчитать. Ну, примерно. — Нет, больше 10 лет. Где-то 15 лет. — Более 10 лет. Мы напоминаем телезрителям, что театр-студия «Детские дворики», где люди обретают вторую молодость. — То есть у вас самые младшенькие — это 60, и самые старшенькие — до 80. — Зрелые у нас 80 лет. Это зрелые. — И причем артисты у вас и танцуют в Адевиле, и поют. В общем, девочки, мальчики раскрываются по полной программе, что говорится. — Да, причем у нас самые старшенькие — один из самых активненьких. — Настолько, что даже куриозы случаются. — Да, он так активно участвует, что чуть ли не в оркестровую яму один раз свалился. Но, как говорится, Бог хранит таких людей, которые преданы искусству, и на нем даже ни царапинки нет. — Вот это да. — Вот так вот искусство спасает людей. — Это самое главное. — Муза, Муза спасается. — И хотелось бы узнать, наверное, вашу сверхцель. Ради чего вы это делаете? Ради кого, может быть? — Ну, мы это делаем ради людей, будем так говорить. Я еще раз хочу сказать, я не знаю, сегодня говорил или нет, что в принципе я, как говорится, который вырос в актерской семье, видя, как отец работал на сцене, он, конечно, он работал и жил ради зрителя. Потому что, в конце концов, театр — это заведение, это храм для зрителя, в первую очередь. Актеры там служат, если вы знаете, что актер не работает в театре, а служит в театре. То есть он служит зрителю. И я тоже считаю, что вот мы, все ребята наши, которые участники нашей театральной студии, они служат зрителю. И если зрителю понравилась наша работа, если мы сделали что-то такое стоящее, значит, и это нам лично тоже, мы из себя что-то можем представлять и представляем. И мы получаем от этого энергию, ну, как любые актеры, понятно, обмен энергии. Да, потому что энергия, она идет из зала тоже. Если из зала ничего нет, то... Но у нас такого не бывало, чтобы мы не нравились. Да. Ну, еще бы. Честно говоря. Я вам скажу, это не семейная радость, что, знаете, когда девочку поставили на стул, она читает стихотворение, и все там умиленно плачут и аплодируют. Нет, хотя все свои. Все понимают, заходят и говорят, нет, ребята, что-то тут вы не то. Опа, я себе беру на заметку и начинаем уже работать по исправлению ошибок. Разборы полетов у нас тоже бывают очень жесткие. То есть на ваш ближайший спектакль нужно, так сказать, заранее договариваться с вами, да, чтобы остались места свободные. Ну, как договариваться? Просто прийти пораньше, если нет места. Я не знаю, там у нас вообще-то так бывает по билетам, но можно там... Ну, всегда есть места, ребята, всегда есть места, можно сесть. Всегда можно договориться. Всегда можно зайти, да, мы же для людей сейчас, в конце концов, это делаем. Так что, милости просим, если кому интересно, посмотреть. Значит, ближайший спектакль... Шестого числа, шестого марта, да, это мы делаем пуринг. Бэйт Гранти. Бэйт Гранти, пуринг шпиль, танцы, песни и радость. Водевиль. Бэйт Гранти, пуринг шпиль, водевиль, рифму и совете, мы уже подсказали хорошую рифму. Ну, напоследок, вот есть ли какая-то профессиональная мечта у вашего театра? Возможно, заслужить еще какие-то высокие награды или просто продолжать цвести и расцветать? Да вы понимаете, в смысле наград, я думаю, что награды – это следствие. Мне кажется, мы уже это переросли. Мы знаем себе цену. Ну, что-то все время новое хочется делать. Новое, новое. Надо всегда делать новое. Все время стремиться к расширению творческих диапазонов. Это мы вам желаем. К повышению творческой планки. А награда, ну... Награда для нас – это любовь зрителей. Награда – это аплодисменты. Да, когда кричат «Браво! Браво!» Потом говорят «Молодцы! Какие же вы молодцы!» Это, конечно, всегда приятно. Это самая лучшая награда, действительно. Совершенно верно. Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, с нами в гостях сегодня были Михаил Семенович Крупник и Ирина Александровская. Люди, которые работают в одесских двориках. То место, та маленькая страна, где люди чувствуют себя на все свои 17 лет. Несмотря на то, что уже за 70 и за 80. Находятся, да, в почтенном возрасте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова